привет друзья это Лена и я снимаю очки и добро пожаловать на мой канал и сегодня никакой расчлененки сегодня у нас пустые баночки и я весь день гуляла и сейчас уже темнеет и поэтому сейчас у нас здесь тоже довольно так сумерки я посмотрю возможно я потом включу искусственное свечение я его не очень люблю давайте попробуем без него а потом как пойдет и так пустые банки мы начинаем с декоративки как всегда и у меня закончилась друзья красная помада она сейчас на мне но она сейчас поверх другой красные помады поэтому на деле она по ярче по томатней это essence коллекция home sweet home друзья мы прощаемся с легендой когда она мне закончилась я выложила в телегу типа мы сделали кто из вас не написала что типа сколько видео с коллекцией красных помад было с этой помады я просто все я не помню в какие лет много в общем оттенок называется 0 1 и я вам ее покажу как будто это не было лимитка которую вы не сможете купить на в общем да это была лимитка essence я как сейчас помню покупала ее в подружке на распродаже она по спецсене стоит 59 рублей и это были одни из самых лучших 59 рублей которые я когда его потратила помада отлично послушайте это как бы не топ уау лучшее качество на свете но она очень хорошая она кредит и пигментированная насыщенная на не самая стойкая но за такую цену она была просто супер и оттенок мне очень понравилось люблю такие вот теплые красные оттенки в общем я с большим удовольствием не пользовалась до самого конца essence моя любовь навеки следующая помада но лена почему мы ее раньше не видели потому что мне ее мне ее подарили когда вот мы были недавно в путешествии и я ее нанесла один раз и она была прикольная она хорошо легла это у нас мэтт глосс оливия валера с и с ю до оттенок номер три я ее нанесла один раз потом я начала и носили второй раз и друзья аппликатор остался там поэтому она норма но нет решила странам я показать тогда друзья друзья румяна целый румяна это как катрис швобин лаш оттенок но и 30 миссис эмба браун и да тут на самом деле оставалось немножко вот буквально кого капелюшка и от нее откололся маленький кусочек и чтобы осторожно его выбросить я ее взяла понесла опрокинула над мусоркой и вы уже наверное понимаете что произошло остаток отвалился но он был совсем небольшой совсем небольшой румяна были потрясающие просто если я смогу что-то показать нет не очень в общем они были персиково-рыженько короче очень нежного такого теплого оттенка и я не пользовалась практически каждый день то есть помимо зимы когда я совсем бледная и ношу все в холодных тонах все остальное время я пользовалась вот этими румянами вот наверно последний год я прям активно ими пользовалась собственно я хотела их доиспользовать ей до использовала и они были прекрасны нет не буду повторять просто потому что они успели мне надо есть просто что я практически каждый день последний год не пользовалась поэтому я такая типа окей хорошо но вообще они были классные то есть возможно если я от них отдохну я бы к ним вернулась потому что опять же катрис это очень бюджетная марка как и essence но при этом качество очень хорошие тени ровно ложились хорошо держались оттенок очень приятный так что я безусловно могу рекомендовать и также могу ли я получить немножко аплодисментов за то что у меня закончились целые румяна так гель для бровей вот эта вещь которая легче заканчивать это лик и там немножечко еще осталось во первых он выглядит омерзительно так увидите он как бы по стенкам еле остался он был хороший мне очень понравилось он хорошо фиксировал приятный как бы на весь день фиксация очень очень хороший гель на брови у меня уже есть бэкап что очень хорошие новости для меня так а следующее это собственно все из декоративки не закончилось я просто выбрасываю потому что она старая и отстойная карандаш и фраше вот такой мне кажется них уже не выпускают как бы он норм но во-первых видите немножко суховато во вторых это оттенок который я просто не использую в макияже то есть я люблю зеленые карандаши для глаз но не такого оттенка потом из той же коллекции эссенс кампича из другой коллекции эссенс вот эти два карандаша темно-красный и темно-зеленый я просто тоже этим оттенками не пользуюсь и они ну как бы не лучше исполнения вот этих вот цветов вот этот красновато коричневый какой-то вот этот слишком темно-зеленый вот в общем и они уже старые я не видно что их стоит наносить на глаза а дальше сода это подводка оттенок 012 ник и она изначально была красная и ее покупала можете такая типа хихихи как прикольно красная подводка вот на ней уже несколько лет и она блин я вот когда ее достала чтобы выкидывать она была полупрозрачная на руке сейчас я ее нанесла и она такая красивая красная мерцающая я прямо я не знаю ставить ее или нет так ладно я подумаю это видео становится очень нервным так окей дальше уход уход сухой шампунь тресаме дейту битву вошес экстра объем он был вполне неплохой я не могу сказать что это лучший сухой шампунь на свете но вполне неплохой со своей задачей справлялся то есть делал волосы чистыми на весь день когда это было нужно поэтому да он мне безусловно понравился возможно я бы его повторила потом закончился вот такой вот тонер новосвит пил тонер для лица обновляющий эйчей бичи и пи эйчей кислоты все было в нем его хватило надолго он мне понравился это одно из всех средств он у меня когда закончился я все что у меня заканчивается первое видят люди в запрещенке и в телеге когда я его выложила чтобы был хороший мне несколько человек написали что тоже пользовались им тонером и тоже заметили эффект то есть это одно из тех средств от которых на самом деле виден эффект что классно поэтому пока возвращаться не буду просто потому что опять же это средство довольно давно и она успела мяч точек утомить потом витаминки бьюти-старапе супа ломан мульти комплекс для красоты и здоровья и знаете как чипсы вы покупаете а пол пачки пустое их я открыла они были до края наполнены но у них двойное дно я не знаю как это показать помимо того чтобы как я беру два пальца и видите вот вот тут в одно вот на этом примерно уровне то есть вот вы примерно столько там как бы просто двойное дно поэтому я такая вроде как банка наполнена вроде как вот мне кажется что они работали по крайней мере ногти кожи и все остальное было в порядке когда я их принимала вот но как бы витамины в этом плане все очень индивидуально я вам уже говорила то что мне на самом деле нужно мне прописывает отдельный врач и как бы я принимаю это и я про это вам никогда не рассказываю потому что ну как бы это то чего ну там мне может не хватать сейчас я ничего вот в плане этого не принимаю но если я что-то принимаю экстра ну то есть условно говоря там чего-то мне в крови не хватает у меня это прописывает врач на что я делаю там сдаю кровь вот это вот все вот а сейчас я в порядке но вот такие витамины я вам рассказываю потому что это то что можно купить как бы без назначения врача но все равно на свой страх и риск лучше проснуть и проконсультируйтесь с врачом это все идет никуда так гель для душа миксит более ваш айс на айс вот такой вот он с нами ездил в поездку в целом мы в этом месте были в калининграде целую неделю и поэтому да там будет наконец-то много вот этих travel сайзов потому что я их храню для путешествий и вот один из них вот это вот гель для душа он так приятно по у него такой ты уронила котя у него был такой приятный свежий бодрящий аромат он мне так нравился особенно его несколько раз потом использовала после тренировок и это просто потрясно так приятно он так приятно освежает прямо миксит в этом плане умеет делать классные такие бодрящие ароматы ментоловый слайма потом закончилась сегодня утром это у нас елизавета нет вчера вечером как будто это важно вчера вечером закончилась сыворотка елизавета си эфне 197 процентов вот такая вот с хрюшкой мне кажется у меня уже вторая такая сыворотка и она отличная а нахра нет такая мне кажется у меня первая у меня была какая-то другая не суть она отличная базовая сыворотка она дает увлажнение немножко бетонка вот все что нужно от сыворотки все это она дает прекрасная сыворотка на каждый день очень мне понравилось с удовольствием к ней вернуть снова базовый хороший продукт который вы не замечаете просто что он работает очень мне понравилось дальше еще один сухой шампунь batist original вы знаете это мои самые любимые сухие шампуги никогда не могу остаться без них у меня уже есть бэкап естественно самые лучшие очень их люблю чистый волос на весь день объем все в них прекрасно лучшие вот он дезодорант рексона нежно и сочно помните у нас в прошлом месяце был такой шариковый дезодорант я такая норм норм и это тоже норм я знаю что для многих вот этим на тип дезодорантов рексона вот в розовень упаковках это прямо the best обожаемый самый продукт для меня они как бы нормально но если какой-то особо ботливый день то уже такое потом так это у меня бина спорт парты то что я использую после тренировок с молочком на сусле синим молочком потом ладекс вот такой вот пусковой было мне нравится марка дэкс это турецкая марка у них очень хорошие шампуни у них отличные жидкие мыло и вот твердое мыло мне также упаковка из нескольких и она была отличная но очищала руки потом а так это кофе напоследок он остаешься целая маска для волос это у нас кератин а протокератин вот она мне очень понравилось маска была для окрашенных волос вот я была них на мероприятии год где-то назад тогда у меня еще были окрашены и я с тех пор ее использую нужно ну как бы не отказываться от маски просмотров для окрашенных она была хорошая напитала увлажняла волосы после неё были мягкие приятные хорошо восстанавливала волосы я не знаю насколько она вам если у вас не окрашенные волосы, и я не очень помню, насколько она помогала именно сохранить цвет волос, но в целом она мне понравилась в плане качества волос после нее, вот что я могу сказать, и ее очень долго хватило, потому что вот шампунь и кондиционер из этой серии у меня закончились очень давно, вот, а она только сейчас, она была классная. Дальше, зубная паста Colgate, это, мне кажется, не стареющая классика, всегда актуальна, я постоянно покупаю зубную пасту, просто вот сколько себя помню, она мне очень нравится. Базовая вещь, которая просто, просто хорошая. Потом закончилась вот такая вот маска глиняная, нет, с грязью мертвого моря, инсурестеле, вот такая. У меня уже вторая такая упаковка, мне кажется, да, мне кажется, вторая заканчивается. Мне очень нравится эта маска, я бы сказала, что это одна из самых эффективных, глубоко очищающих масок, то есть она реально такой ощущения, что выводит всю вот мерзодню и спор, я такое очень люблю, и ее хватает надолго, то есть тут, по идее, на несколько применений рассчитано, там, типа, на 3-4, мне всегда хватает, там, типа, применений на 6-8, при том, что, да, 5-7 применений, а мне где-то на 8 даже больше хватает, сильно больше, потому что она мне уже несколько месяцев. В общем, очень мне понравилось. Крем для век, Avon In You Sensitive, вот такой вот, вполне неплохой, особенно для бюджетного, очень даже неплохой крем для век, довольно быстро впитывался, консилер в него хорошо ложился по утрам. Да, все в нем было нормально, не уверена, что буду повторять, но пока был, было хорошо. Дальше. Так, пошли, мне кажется, нет, мы только из поездки. Гель для умывания, Zeytune, Mazdar, Hydrate & Sugar Cleanser. Это один из геля для умывания, про который я слышала просто самые потрясающие отзывы, и он был, на самом деле, неплох, он приятно пах, что, я знаю, очень рандомно для геля для умывания, но мне такое нравится. Он хорошо очищал, не сушил кожу, что очень здорово, то есть после него кожа себя очень комфортно чувствовала, но при этом он хорошо очищал. Я знаю, когда они плохо очищают, я вижу разницу всегда. Этот очищал хорошо, поэтому, да, он мне понравился. Потом, так, мне кажется, у меня пошло... Так, тканевые маски, давайте, наверное, про тканевые маски. Нет, сначала про скраб. Ришер, кофейный скраб, вот такой вот он у меня закончился, он был отличный. Единственное, у него кофе, кофейный зерна, довольно крупного помола. Это мне не очень нравится, мне кажется, что это больше травмирует кожу, но кожа после этого скраба была просто шелковая, очень младкая, очень приятная. Я знаю, что не все любят марку Ришер, я сама не уверена, что будет повторять этот скраб. Он мне был прислан на обзор давно, но в целом он мне понравился. Но также я бы сказала, что я предпочитаю скрабы с более мелким помолом. Потом лайфкоут, вот такая вот тканевая маска, детокс, приятная. Мне кажется, я ее делала после возвращения из Калининграда, ну как бы после авиаперелета. И она хорошо как бы восстановила воду в коже, и в целом лицо после нее было так ощутимо приятнее, чем до нее. Потом закончились вот такие вот патчи под глаза. Pure Derm, веганские, 30 кусочков. Они мне понравились. Видите, они, и это плюс и минус, они из очень тонкой как будто ткани, и за счет этого они не слетают никуда вокруг глаз. Потому что часто гелевые патчи у меня вот скользят по лицу, там съезжают куда-то. А эти, куда их приклеивают, там они и находятся. Но за счет того, что они очень тонкие, мне кажется, что они трепишные, я уверена, что они трепишные, все не точно не гелевые, они довольно быстро высыхали, и мне кажется, что вот питание и увлажнение кожи от них было немножечко недостаточно. В целом они мне понравились. Я не уверена, что буду повторять, но вообще пока они были, они были очень неплохи. Дальше. Патчи под глаза из коллаба Enceligi и пальчики. Мне они понравились. Они огромные. Они просто на пол лица. Это как бы когда тебе нужно привести в порядок не только волосы под глазами, но и в целом на половине лица. Они мне очень понравились. То есть от них прямо виден эффект, все такое отдохнувшее, подтянутое, прямо очень приятненькое. У меня есть еще несколько, я этому очень-очень рада. Я в целом люблю эту марку. Потом. Так, вот эти вот патчи под глаза. Что-то у меня очень много патчей под глаза закончатся в этом месяце. Институт оставляя здесь. Две пары, то есть на два раза они рассчитаны. Они вполне себе неплохие. Опять же, в них довольно мало сыворотки. Не опять же, а в них довольно мало сыворотки. И поэтому они не скользят. Но с другой стороны, мне кажется, что и вот как бы питание и увлажнение под кожей мне бы хотелось немножечко побольше, чем они дают. Ну, в целом норм. Так, дальше. Закончилась вот эта вот маска Japan Girls. Вот такая вот. У меня было несколько таких масок. Помните, я вам их показывала зимой и мне кажется весной. Я каждый раз говорю, мне ли достаточно увлажнения? Друзья, настал момент, когда от этой маски мне достаточно увлажнения. То есть вот конец весны, когда уже как бы тепло и классно, и моя кожа такая типа, у-у-у, я вспомнила, что я комби-кожа. Вот в этот момент мне увлажнения более чем достаточно. Поэтому, да, на этот раз она мне понравилась. Поэтому, мне кажется, у меня больше таких нет. Но если они у меня снова попадутся в Beauty Box, я буду знать, что нужно успеть использовать их за лето. И маска, я держу ее аккуратно, потому что я ее использовала сегодня. И тут довольно много сыворотки. Я ее сейчас отнесу обратно в ванную, потому что я люблю использовать сыворотку из таких масок. То есть, если мне нравится тканевая маска, я ее оставляю и сывороточку потом использую по вечерам и по утрам. Я экономная хозяюшка. Вот, в общем, это мне по... Ну, так, окей. Genosis. Она у нас коллаген и интенсивное восстановление. И вот в ней мне немножко не хватило увлажнения. И я просто... Почему? Я только познакомилась с этой маркой. Я у них попробовала тоник и энзимный пилинг, который, по сути, оказался такой скаткой. И вот те средства. Супер. А вот этой маске, мне, честно говоря, увлажнения было недостаточно. С другой стороны, она восстанавливает. Поэтому, возможно, у нее другая функция. Тогда окей. Тогда окей. В целом, цвет лица, как бы текстура лица была получше после нее. Поэтому что-то наделала. В общем, да, я ее ради сывороточки оставлю. Окей. Так, и у нас остался кофе и дорожные баночки. Дорожные баночки. Самый увлекательный момент, по крайней мере, для меня. Закончились у меня... Точнее, в поездке я использовала, потом дома я их добивала. Это шампунь и кондиционер Atelier Organic. Вот такие. Попали в каком-то бьюти-боксе. Поэтому я, честно говоря, не знаю, где их купить. Они, мне кажется, в продаже мне ни разу не попадались. Но и окей. Они мне понравились. Шампунь хорошо очищал. Кондиционер хорошо кондиционировал, питал, увлажнял. Я бы сказала, что хорошие такие базовые банки. То есть они не делают ничего экстраординарного. Но при этом волосы после них в хорошем состоянии. Поэтому они мне скорее понравились. Далее. Шампунь моего супруга. Урьяш. Диэс Хэ. Вот такой. Ему они очень нравятся. Как-то раз вот такая кроха попалась в мужском бьюти-боксе. Он ему так понравился, что с тех пор, если в каких-то бьюти-боксах мне подают эти шампуни, я автоматически отдаю ему, потому что он их очень любит. Ему для его волос и кожи головы это очень подходит. И это главное. Потом. Очищающий гель. Апивита. Блэк дитокс. Клинсин джелли. Желе очищающее. Оно было довольно жидкое. Вот по моим меркам я предпочитаю средства для умывания, которые немножечко более густые. А это прям такое было водянистое, и мне не очень комфортно вот эта вот текстура на лице. Мне кажется, что его недостаточно распределяется. Мне сложно это описать, но мне комфортнее, когда гель более густой, и я понимаю, что я его распределила по всему лицу, когда умываюсь. А здесь вроде что-то распределила, но оно такое жидкое, что не очень понятно. Вот в остальном вроде как он работал. Был на размер, покупать не буду. Потом, паста White Glow должна быть отбеливающая. Я не знаю, насколько она на самом деле отбеливающая. Я в целом не знаю, насколько паста в состоянии сильно отбелить зубы, но вроде нормально. Но она была очень ментоловая, я очень люблю такое. Потом закончился гель для... Нет, это просто крем. Густой увлажняющий. Биодерма хайджа крем. Вот такой. Я его брала с собой, потому что я люблю очень увлажняющие средства на вечер. И также я, честно говоря, предполагала, что в Калининграде нас ждет более палящее солнце, чем оно было на самом деле. В этом где-то какие-то после солнца. И это будет в самый раз. Солнца особо не было, но все равно там вода, с которой моя кожа и мои волосы не очень дружат. Поэтому у меня кожа, во-первых, я быстро покрываюсь прыщиками, а также я начинаю сохнуть. В общем, как бы все, что может идти не так, идет не так. И этот крем был очень приятным, потому что, по крайней мере, моя кожа не слишком сохла, он ее восстанавливал. Так что он мне понравился. Потом. Это у нас ароматика. Orange Cleansing Sherbet. Ну, так называется, не сербе, а сербет. Это очищающий щербет. На упаковке я несколько... Нет, ты не уйдешь, от меня так легко. Я несколько раз перепроверила. На упаковке написано, что он смывает в том числе макияж. Я бы позволила себе не согласиться. То есть он его смывает, но с трудом. То есть мне приходилось дважды наносить его на лицо для того, чтобы смыть макияж. И то, мне кажется, остатки я смывала вот уже вот этим вот желе очищающим. Мне не понравилось. То есть, разве что вот вы чуть-чуть CC-крема и пол, не знаю, взмаха туши. Вот это, наверное, он смой. Все остальное я не могу рекомендовать. То есть, вот, ну, это одно из самых слабых средств для снятия макияжа. И если вы не просто сказали, что это там, не знаю, для умывания или еще что-то. Но я клянусь, здесь написано про макияж. Да, remove the makeup. Нет, ложь. Ну, то есть очищает, но как бы с таким трудом, с такими усилиями, что я не хочу прикладывать такие усилия, просто чтобы смыть свой мейк. Дальше. Сыворотка Avien. A-Oxiety. Я точно такую же брала с собой в поездку в Питер. И она мне очень понравилась. Это прекрасная, опять же, базовая сыворотка. Она делает все, что нужно. Питание, увлажнение, подтягивание, всего, что нужно подтягивать. Она все это делает. Моментально впитывается. Очень комфортно. Не делает кожу более жирной. Идеальная. Просто идеальная. Я думаю, что если у меня когда-нибудь закончатся вот все эти сыворотки, которые у меня сейчас есть, я бы с удовольствием ее купила. Потому что уже второе путешествие в совершенно другом климате, с совершенно другой водой. А моя кожа, я чувствую, что вот ей очень хорошо от этой сыворотки. Насколько ей в тот момент могло быть хорошо. Так, нет, нет, это не все. Это не все. Есть еще крем санскрин, ланкастер 50 SPF. Естественно, я взяла с собой SPF, потому что я рассчитывала на палящее солнце. Его особо не было, но я все равно его наносила. Потому что я имею в виду, вам стоит наносить санскрин, если вы выходите из дома больше, чем там на 10-15 минут. Вот, поэтому я его наносила, и я не обгорела. Поэтому я считаю, что он справился со своей задачей. Интересно, что у меня есть полный размер вот этого средства, и полный размер довольно сильно у меня заливает поры и вызывает прыщики. А это средство их не вызывало. Я не знаю, как так вышло, но окей, окей. Возможно, немножко другая формула. Вау, все, давай. Но, в общем, да. Так, и последнее, что у меня закончилось, это две пачки кофе. Первое. Ороти. Роскошь в современном воплощении. Это был такой в зернах кофе. Он был неплохой, на каждый день вполне мне понравился. Не самый потрясающий кофе на свете, но вполне приличный, вкусный такой неплохой кофе. И прекрасный. Уэлдер Катрин. Мне этот кофе подарили коллеги на день рождения, потому что они у меня спросили, что тебе подарить на день рождения? Какие ты любишь цветы? И я такая, мои любимые цветы, это хороший кофе. Мне не нужны цветы, потому что я равнодушна к цвету. Ну, то есть, если муж дарит цветы, да. В остальном, ну, как бы, я не... Я на самом деле к ним равнодушна. А вот хороший кофе мне нужен всегда. Мне подарили две пачки. Один для заваривания в чашке, и вот он у меня закончился на работе. Такой же, только в желтой упаковке. И вот этот вот для дома. И я его варила в турке. И он был такой вкусный. Он был просто потрясающий. Он называется Эфиопия Гегеса. Он мне очень понравился. Я, безусловно, сама тоже буду у вот этого вот Уолдер Катрин заказывать. Прекрасный, прекрасный вкусный, замечательный. С богатым вкусом и ароматом кофе. Поэтому, да, он мне очень понравился. И это все, что у меня закончилось. Спасибо вам большое за просмотр. Хорошего дня, прекрасного настроения. Игорь Негода.